Привет, дорогой телезритель! На Первом Городском начинается вечернее шоу Вятка Тудэй. Сегодня на постоянном и вечернем, потому что мы устроим вечеринку в нашей студии. Ну, а пока смотрите в сегодняшнем выпуске. Обращение Оксаны Стяжкиной к Брэду Питу. Дорогой Брэд Питт, слышала я, что разводишься ты со своей Анжелиной Джоли. Уже полюбившийся нам обзор кировских луж. Игра номер один. Кидать камни. Давай. Только не в меня. Новости, которые порадовали Романа Геннадьевича. И гость программы развлекательный центр «Неон» не в полном составе, но не менее зажигательный. Четверг. Самое время готовиться к выходным. Мы решили подготовиться основательно, поэтому сегодня у нас в гостях развлекательный центр «Неон». Не в полном составе, а в лице гендиректора Илья Редькина. Здравствуй. Привет. Бармена Миши. Привет. И сюрприз в конце у нас есть. Очаровательные танцовщицы «Гоу-Гоу». Илья, поздравляю, 13 лет. Спасибо. Мы сегодня попытаемся максимально сделать развлекательный центр в этих вот масштабах. Ну а пока новости от Романа Геннадьевича. А потом вернемся и начнем наконец-таки уже поздравлять, говорить и танцевать. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет, стоя на белом кирпичном фоне. Первая новость, которая не может не порадовать. Кировские студенты разработали новую добавку для асфальта. Нет, это не значит, что асфальт будет лучше. Это значит, что асфальт... Следующую новость буду сопровождать фотографиями. Вчера группой лиц по предварительному сговору была совершена варварская засыпка грязи щебнем у остановки и пешеходного перехода в районе Чистых Прудов. Будьте спокойны, в этом не принимали участие ни депутаты, ни партии, ни дорожные рабочие, ни сотрудники благоустройства. Чистые пруды благодарят вот этих прекрасных мужчин. Дальше. В Кирове завтра открывается выставка о призыве на воинскую службу. Любой желающий может сходить туда и посмотреть, как закончилась чужая юность. Двигаемся далее. Как сообщает Мария ФМ, примерные школьницы украли водку и коньяк. Как поняли, что это были примерные школьницы? Просто троечницы воруют лосьон и настойку боярышника. А вот сегодняшний заголовок от Ньюслера. Стала известна биография нового министра внутренней и информационной политики. После такого заголовка прямо чувствуется интрига. Стала известна биография. То есть раньше она была неизвестна, а тут бабамц! В общем, создается ощущение, что никто даже не догадывался, как до этого жил новый министр. А на самом деле журналист Ньюслера тупо вбил в Яндекс.Поисковик имя и фамилию. Ну а закончим позитивной новостью. 15-летний кировчанин Дмитрий Сафонов принял участие в фестивале барабанщиков в Москве под названием Драмерз Юнайте 2016. И занял третье место среди 200 барабанщиков со всей страны. Мы считаем, что это заслуживает уважения и новой рубрики. Рубрика в честь Дмитрия. Дмитрий Сафонов, город Киров. На этом позитивном бите мы и закончим. А я возвращаюсь в студию, где меня вроде бы ждет что-то для меня уже смешанное. До новостей мы начали делать... Миша начал делать коктейль для Романа Геннадича. Михаил, скажи, пожалуйста, как называется этот коктейль, который ты приготовил специально для меня? Седовласый старичок. Хотя бы, хотя бы власы есть. Власы, а, да, спасибо хотя бы за волосы. Хоть один волос есть в бокале? Нет. Здесь мятка для твоего сердца, чтобы оно у тебя не шалило и спокойно работало. Лаймы, апельсины, витаминчик С, очень полезно. Так, тут сплошная польза. Это холодный чай специально для тебя. Миша, спасибо тебе огромное. Я пойду... Что-то в дом себе. Можно мне коктейль, потому что у меня там очередь в поликлинике, боюсь, займут. Так, все, забирай. Все, спасибо. С днем рождения. Спасибо. Давай, пока. Ребята, хочу поговорить про ваш праздник. Как вы отмечаете его? Я знаю, что вы отмечаете его не день, не два, а месяц. Месяц. Весь месяц, весь сентябрь мы отмечаем день рождения ОНО. Мы посвятили каждые выходные какой-нибудь профессии. Выступали повара, выступали бармены, выступали гоу-гоу. И в свое время дойдет и до офиса, когда офис станет за барную стойку, встанет на пятаки, на сцену, к диджейскому пульту и будут развлекать гостей. Это будет 30-го числа. День самоуправления, получается? День самоуправления, да. Сейчас к нему вернемся. Миш, давай начнем делать коктейль для Оксаны Стяшкиной, что-нибудь для 20-летней дамы без молодого человека. Что-нибудь такое, ты знаешь. День самоуправления. Да. В школе он проходит просто. Ученики становятся учителями, учителя становятся учениками. У вас какие роли примеряет? Бухгалтерия обычно работает официантами. Почему? Потому что они умеют считать чьюые. Они умеют считать чьюые, да. Я предпочитаю работать в баре, потому что с танцами и с песнями у меня плохо. А ты пробовал? Нет, не хочу. Не будем позориться. Ну, скоро 15 лет. Скоро 15 лет. Есть два года подумать, подготовиться. Подготовиться. В Нионе отмечают огромное количество праздников, я знаю сам. Какие самые необычные мероприятия пришли и отметили? Помимо, ну, там, свадьба, повышение на работе, удоб? Ну, развод отмечают. Как? Серьезно? Да, они приходят, пьют, веселятся, поднимают друг к другу настроение и вместе уезжают. Получается, не он объединяет. Я сейчас обращаюсь. Нас наверняка смотрят Анжелина Джоли и Брэд Питт, которые не так давно объявили, что они разводятся. Поэтому я думаю, что после нашего эфира они к вам приедут, объединятся. Ну, а пока Оксана Стяжкина берет быка за рога и обращается к Брэду Питту. Оксана, тебе слово. Брэд Питт Брэд Питт, уазик. Скотину заведем, детишек нарожаем, будешь первым парнем в городе. Все будут ходить, засматриваться. А ты вечером выйдешь на завалинку, сядешь, ножку козью завернешь, как заиграешь на баяне. Ой, все девчонки сбегутся, а я и ругаться даже не буду. Просто буду любоваться тобой. А еще, знаю, ты трое любишь. Ну, снимался там. У нас в Уржуме тоже есть трое, огуречный и Александр, по-моему, называется. Слышала я, француженка Марион Котияр к тебе клинью уже подбивает. Ой, даже не вздумай. Девка, она порчена. То ли дело я. Писать Оксане Стяшкиной, город Уржум, индекс 613530, до востребования. Ну что, Оксана только что обратилась к Бриду Питу, ну а пока он не ответил. Ой, я думаю, что не ответит. Эээ, Саша! Оксан, Миша, для тебя приготовил коктейль. Быстро развивает. Оксана, Оксана, ты видела коктейль и забыла про микрофон. Ну, ты какой? Я не могу два действия сразу делать. Хорошо, давай сначала микрофон. Миша, расскажи про ингредиенты для Одинокой Домы. В состав коктейля входят сливки, персиковый, ананасовый сок и сироп шоколадной печеньки. Все очень просто и элементарно, и очень вкусно. То есть, если мне однажды будет одиноко, то ты можешь сделать такой коктейль. Нет, ты должна будешь прийти в НИОН и заказать такой коктейль. Так, персик. Оксана, два действия нельзя одновременно. В общем, я просто приду и скажу для одиноких, и меня поймут. Можно не говорить, мне кажется, Миша увидит вот так вот. Иди, пожалуйста. Оксан, пробуй. Мы сейчас проверим, если... Боюсь. Да, он безалкогольный. Чего там бояться, Оксан? Безалкогольный? А, Оксана из Урзума, поэтому она не приемлет безалкогольный коктейль. Представь, что ты на родине. Так, угощайся. Во-первых, специально тебе высокий коктейль. Так, чувствуешь, что телефон вибрирует, и тебе приходится... По мне зазвонили, я пошла. Возьми с собой коктейль, чтобы... Зазвонили. Чтобы было из кого выбрать. Брэд звонит. Есть такая у вас тема, как клубный танец, который мы в конце обязательно станцуем. И там есть звезда. Звезда клубного танца. И далеко не 18-летняя дама. Да. Кто это, чтобы... Это Лидия Николаевна, это наш старший менеджер по клинингу. Мы ее так называем, у нее такая важная очень миссия. Она обязательно принимает участие всегда в клубном танце. У нас в студии наконец-таки появляются очаровательные танцовщицы «Гоу-Гоу». Я хочу немножко сейчас поиспытывать ваших очаровательных дам. Потому что когда человек приходит в развлекательный центр, клуб, смотрит на красивых девушек, смотрит на их движения. Дайте какое-нибудь движение, какое-нибудь минимальное. Покажите какое-нибудь. Без музыки мы не танцуем. Все понял. Да и как бы... И без денег тоже. Да, и без денег тоже. В общем, хочется повторять, хочется использовать в жизни. Специально для этого у нас есть рубрика «Хочешь жить? Умей вертеться». Правила очень простые. Мы называем вам житейские ситуации. А вы придумайте, как это в танце обыграть. В общем, как в жизни это пригодится. Холодает. Нужно достать с верхней полки, положить на нижнюю шапку, зонт, не знаю, плащ. Пожалуйста. Так. Хорошо. Взяли плащ. Идем дальше. Давка. Давка в автобусе. Всеми нелюбимый большой кондуктор в роли кондуктора Романа Гедовича. Пожалуйста. Его нужно мастерски обойти. Заслуженный кондуктор 46-го базика. Его нужно мастерски обойти. Научите, пожалуйста, своим гибкими движениями. Так. Рома, все, на этом твоя карьера. Уже лучше ничего не будет. Так. Офгань стал больше. Еще одна актуальная для сегодняшнего дня проблема. Лужи на дороге, которые нужно обойти. Так, пожалуйста. Где вы живете? Почему у вас такие маленькие лужи на районе? Так, Арина, покажи, какие у тебя лужи на районе. Нормально. Большие лужи. Мне нравятся. Миш, есть у тебя варианты? Что к тебе, как бармена, может, после времени немножко? Надо мусорные пакеты уносить. Мусорные пакеты? Покажи движение примерно, ориентировочное. Вниз. И вверх. И выбрасывать. Давай, все. Миша, учись. Можно постараться? Дамы, мы вас попросим остаться еще у нас в студии. Ну, а пока вернемся к одной из проблем. Обход луж. Обзор луж подготовили наши журналисты. Поехали. Слово «осень» и «кировские лужи» уже давным-давно стали единым целым. Поэтому сегодня я вас проведу по самым классным лужам нашего города. Пойдем? Сразу две лужи обосновались за домом номер 100 по улице Воровского. Поговаривают, здесь неплохо ловится рыбка. Акулы. Может, скаты электрические? Ой, да, не надоели, да хуже редкий парень. Как думаете, какая рыба там водится? Какая? Грязь, какая больше? Рыба грязь? Конечно. Есть такая? Не знаю. Что надо говорить, чтобы рыбка ловилась? Ловись, рыбка. Ловили-ка. Следующая лужа находится на углу улиц Сурикова и Некрасова. Она называется «Лужа развлечений». А почему, вам расскажет маленький Петя. Игра номер один – кидать камни. Давай. Только не в меня. Только не в меня. Игра номер два. Ходить по лужам. Игра номер три. Большая игра номер два. Скажите, как можно развлечься в этой луже? Как? Как? Напиться пьяным, запнуться. Вот и получится развлечение. Спасибо, Юрий. Можете дальше бежать. Спасибо. Покажите, как надо. Спасибо. Ну, еще одна лужа. Да что там лужа? Целый бассейн находится во дворе дома номер пятьдесят семь по улице Чапаева. Вот такого я еще не видела. Тут можно и плавать, и нырять, и вообще все, все. Ой. Куда же? Нигде не есть. Ой. Пойдемте со мной в бассейн поплаваем. Нет, нет. Я уже наплавал из дождя много. Кто? Здравствуйте. А скажите, вот у вас такая во дворе лужа огромная. Не хотите ли поплавать? Мы не хотим. Травится бассейн? Нет. Дверять можно? Не советую. Так-то не смешно. Прогулялась по самым классным лужам нашего города Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тудей». И залила себе сапог. Ну что, пришел тот момент долгожданный. Наконец-таки вы увидите, как мы проводим свои корпоративы в студии. Илья Речкин сейчас будет учить меня клубному танцу как со Центра «Неон», которому исполнилось 13 лет. Давай, поехали. Этот город зажигает, фритмы танца нас бросает. Мы в «Неоне» отдыхаем с ночи до утра. Все, ребят, у вас с днем рождения. Илья Речкин, гендеректор «Ца Неон». 13 лет. В эту пятницу будет большая тусовка диджей «Цветков». Дискотека 90-х. Ну а пока небольшой анонс, умноженный на 800 раз. Что там будет? Ребят, что, устроим к дискотеку? Давай! Этот город Этот город Илья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Илья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Илья Редактор субтитров А.Кулакова